Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в Москве продолжила работу первая сессия Верховного Совета СССР. Добрый вечер. 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 В Переславском районе Ярославской области вступила в права гражданства необычная для нашей сельской экономики форма кооперации. Агроконсорциум. Так названо новое объединение, в которое вошли колхоз, институт и банк. Консорциум это соглашение между партнерами, основная деятельность которых лежит в различных сферах. Что же объединило колхоз имени Пушкина, институт программных систем Академии наук СССР, расположенный на Переславской земле, и Кооперативный строительный банк Москвы? Казалось бы, между ними ничего общего. Я считаю, что наша попытка, одна из немногих, может быть сегодня, но будет развита, безусловно. Объединение науки, производства, объединение финансовых возможностей даст основу для построения новых экономических форм хозяйства на деревне. И главное, что мы уверены в успехе. Без объединения усилий деревня не поднимется. Это наш долг, в данном случае вот науки, которую я представляю, внести свою лепту в развитие сельского хозяйства, в становление наиболее прогрессивных форм ведения сельского хозяйства и экономики сельского хозяйства. Начали, естественно, с первоначального взноса. Колхоз перечислил на общий счет 250 тысяч рублей, институт и банк по 100 тысяч. Исходя из вклада, будет и распределение прибыли. Главная цель – получить в самое ближайшее время больше продукции полей и ферм. Для этого будет вложено столько средств, сколько потребуется. Но каждый партнер имеет при этом и свой интерес. Колхозу хочется побыстрее выйти в люди. Он, как говорится, из лежачих. И в одиночку ему не поправить свою экономику. Институт расширяется. Скоро под его эгидой откроется Международный детский компьютерный центр. И возникает серьезная проблема организации полноценного детского питания. Ведь институт находится на периферии. И банк желает вложить свой капитал в реальное дело. И получить от этого реальную выгоду. Прежде всего, заработать дивиденды в виде денег, либо натурального продукта. Банк, лучше чем кто-либо, найдет и контакты с поставщиками строительных материалов, технологического оборудования. Кроме того, возьмет на себя валютные операции, которые обязательно станут частью общей деятельности. Переславский агроконсорциум делает первые шаги. Мы уже неоднократно сообщали товарищи о простое угольных шахт страны из-за нехватки порожних вагонов. Сложная ситуация создалась в эти дни в Донбассе. К сегодняшнему дню на шахтах Донецкой и Ворошиловградской областей скопились многие миллионы тонн угля. Кое-где добытый шахтерами уголь в ожидании вагонов лежит так долго, что началось его самовозгорание. В Донбассе немало и таких шахт, где вообще никаких складских помещений не предусмотрено. Технология рассчитана на четкую работу транспорта. Уголь из-за боев должен идти прямо в вагоны. Такие шахты сейчас просто простаивают. А на шахте Россия горники отказались выходить на работу. Зачем добывать уголь, если его не вывозят? Особенно большие горы невывезенного угля скопились на шахте Октябрьская в Донецке. И шахтеры справедливо возмущены. О какой аренде, о каком бригадном подряде можно говорить в таких условиях? А потребители бьют тревогу. Не созданы еще зимние запасы топлива на электростанциях. Не хватает угля для отопления городов. Без угля остались многие села. Но особенно плохо перевозят железнодорожники уголь в последние недели. Около 30 тысяч вагонов недополучили шахты Донбасса только за июнь. Ситуация, которая возникла, она возникла не впервые и она и впредь будет возникать. И повинен здесь прежде всего законодатель, который установил не одинаковую ответственность между перевозчиком и поставщиком. Ну скажем, за недопоставку вагонов дорога уплачивает предприятию только 1 рубль штрафа. Рубль шахта получит с дороги, а 40 рублей она потеряет. Это на тонне угля? Это на тонне угля. На каждой тонне угля. Я могу сказать, что вот такое положение полностью аннулировало хозрасчетную деятельность трудовых коллективов угольной промышленности области. За минувшие сутки железнодорожники не подали шахтерам Донецкой области 450 вагонов. Количество угля на складах шахт увеличилось, а Министерство путей сообщения ежедневно дает заниженный план подачи порожних вагонов к шахтам Донбасса. И этот план не выполняют Приднепровская, Южная и Северокавказская железные дороги. Ситуация сложилась критическая и требует незамедлительного решения. В Вильнюсе сегодня состоялся очередной пленум ЦК Компартии Литвы. В исполнении постановления предыдущего пленума, который объявил партийную дискуссию и решил еще в нынешнем году созвать съезд Компартии Республики, образована комиссия по подготовке программных документов Компартии Литвы. Проекты документов должны быть представлены для открытого обсуждения в августе. В Москве состоялся слет воинов-интернационалистов, потерявших зрение в результате ранений. Он проводился по инициативе журнала «Наша жизнь» Всероссийского общества слепых совместно с Центральным правлением ВОЗ и ЦК ВЛКСМ. Как же дорого достался им Афганистан. Ранения и потеря зрения, а у некоторых к тому же еще и ампутация рук и ног. И сколько же в этих молодых мужчинах какой-то внутренней силы, света, оптимизма. И это не просто слова. Мне кажется, это очень сильные ребята. Уже с вами потому, что вот вы видите, какие они здесь. Веселые, улыбающиеся, полные жизни. Ведь мне еще молодые, все впереди. Держатся молодцы, оптимисты. У нас тоже вот и муж хорошо держится. И не замечая, если мне что-то сильно изменилось. Я бы пожелала всем, всем-всем, такого характера нет сильных, как наши ребята в конце, наши люди. Это говорила жена Владимира Храбана, Ирина. Также думают и две Светланы. Жены двух Сергеев, Кривощокова и Харченко. Рядом староверов Николай Валентинович. По-моему, самый старший здесь по званию. Он подполковник. Все они работают. А это Павел Калаев с мамой, Раисой Степанной. Он учится на юридическом факультете. Отец трехмесячной дочки. Всего на слет приехало 50 человек. Впервые проводится слет. Вот что вы от него ждете? Дело прежде всего. Задача слета – выбрать состав специально, который будет координировать всю работу по отношению к воинам, афганцам и также инвалидам армии. Помощь буквально в бытовых вопросах каких-то, помощь в учебе, в лечении, в протезировании. Привлечь сюда тех ребят, которые еще не состоят на учете, но находятся дома в четырех стенах. Общить к активному труду. Ну и самое главное, я считаю, что все-таки есть встреча. Мы здесь встретились, многие знают друг друга, служили вместе, поэтому все как братья родные. Я жду улучшений для детей. Вольно нашим родителям, больно. Когда обивая пороги постоянно в инстанциях различных, выпрашивая то, что положено дать, хотя бы обеспечить нормальные условия жизни, вот в итоге приводит вот к этому. Сегодня в Москве товарищ Язов встретился с делегацией Народного комитета за спасение советских военнопленных в Афганистане «Надежда», вернувшейся из поездки в Пакистан. В ходе беседы была обсуждена проблема поиска и спасения советских военнослужащих, пропавших без вести за годы пребывания ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. ЦК КПСС, Верховный Совет и Совет Министров СССР направили руководителям Монгольской Народной Республики товарищам Жамбыну Батмунху и Думагину Садному приветствие, в котором поздравили трудящихся страны по случаю национального праздника 68-й годовщины Народной Революции. В Советском Союзе отмечается в послании дорожать традиционно дружественными отношениями с Народной Монголией, основанными на полном равноправии, самостоятельности, интернациональной взаимопомощи, товарищеском внимании к интересам и заботам друг друга. В телеграмме выражена уверенность, что предстоящие годы будут отмечены активным продвижением вперед нашего взаимодействия по всем направлениям. В ответной телеграмме на имя товарищей Горбачева и Рыжкова, руководители Монгольской Народной Республики, выразили благодарность за поздравления. В Каменюке совещания политического консультативного комитета государств-участников Варшавского договора изложена целая программа оздоровления международных отношений, отмечается в многочисленных комментариях зарубежных средств массовой информации. В нем намечены конкретные пути реализации идеи Общеевропейского дома, развитой советским руководителем во время недавнего визита во Францию. По мнению министра иностранных дел ФРГ Геншера, отмечает западная германская телепрограмма ЦДФ, принятая участниками совещания политического консультативного комитета заявления, представляет собой сближение концепций во Встока и Запада, прежде всего по вопросам будущего Европы, решения проблем разоружения и контроля над вооружениями. Исходя из концепции взаимной и неделимой безопасности, отстаиваемой советским руководителем Горбачевым, участники совещания в Бухаресте решительно выступили за ее обеспечение на путях поддержания военного равновесия на минимальном уровне, достаточном только для обороны и исключающим возможность взаимного нападения, отметила ведущая программа новостей телекомпании ABC. Находящийся в Польше с официальным визитом президент США Джордж Буш сегодня возложил венок к могиле неизвестного солдата на площади Победы в Варшаве. В церемонии участвовали государственный секретарь США Джеймс Бейкер, другие американские официальные лица. Президент США возложил также венок у мемориального комплекса Умшлякплац, почти в память жертв нацизма. В Бельведерском дворце состоялась встреча Войцаха Ярузельского и Джорджа Буша, начались польско-американские пленарные переговоры. Переходное правительство Греции, сформированное из представителей консервативной партии новой демократии и коалиции левых и прогрессивных сил, получило вотум доверие в парламенте. За это решение проголосовали 174 депутата из 300. Представители, правившие ранее партией всегреческое социалистическое движение, отказались войти в состав нового кабинета. Согласно договоренности, он создан на срок до трех месяцев. Главной задачей переходного правительства будет расследование финансово-политических скандалов, имевших место при правлении прежнего кабинета. Сегодня в Брюссель прибыла группа советских экспертов. Перед ней стоит задача разобраться в причинах аварии самолета МиГ-23М, падение которого 4 июля нынешнего года в районе бельгийского города Корт-Рейк привело к гибели 18-летнего юноши. Советские эксперты совместно с бельгийскими специалистами осмотрят обломки самолета и проанализируют данные, содержащиеся в черном ящике, устройстве, автоматически регистрирующем параметры полета. Руководящее Бюро партии труда Израиля приняло решение рекомендовать своему Центральному комитету отказаться от участия в коалиционном правительстве, что неминуемо приведет к правительственному кризису. Лидер партии, заместитель премьер-министра и министр финансов Израиля Перес заявил, что причиной этого решения стало принятие руководством блока Ликут поправок к выдвинутому премьером Шамиром плану проведения выборов на оккупированных арабских территориях. Поправки исключают участие в выборах палестинцев Восточного Иерусалима, предусматривают продолжение колонизации захваченных земель. Всеобщей забастовкой и массовыми демонстрациями отметили жители оккупированных Израилем западного берега реки Иордан и сектор Газы вступление палестинского восстания в 20-й месяц. Израильские власти перебросили на захваченные арабские земли дополнительные силы армии и полиции для подавления выступлений протеста палестинского народа. В стычках с карателями убиты два палестинца, около ста арабов получили ранения, проводятся облавы и аресты. По сообщению агентства Пренса Латина, Государственный совет Кубы, последняя инстанция, которой могут апеллировать подсудимые, отклонил прошение о помиловании и утвердил смертный приговор четырем бывшим офицерам революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел. На минувшей неделе специальный военный трибунал приговорил их к смертной казни за контрабанду наркотиков и другие тяжкие преступления против государства. Накануне военный суд Кубы отклонил официальную апелляцию и оставил приговор военного трибунала в силе. Остальным, десятерым осужденным, сохранены без изменения сроки заключения от 10 до 30 лет. Наш корреспондент в Камбодже ведет репортаж из провинции Кампонг-Чанг. На протяжении нескольких последних лет гористые районы провинции неоднократно становились убежищем для полпотовских банд, малочисленных, но от этого не менее жестоких. Ночные нападения на деревни, угон скота, грабежи и убийства до сих пор случаются в этих местах. Моему собеседнику Чандхи 22 года. Совсем недавно он вернулся из полпотовского лагеря. У меня сейчас есть и другое имя, Сан Сапхом. Это потому, что я начинаю новую жизнь и хочу навсегда распрощаться со своим прошлым. Понимаю, это будет нелегко, но я для себя уже все решил. В 1979 году, когда он отступал с разгромленными полпотовцами в западные районы страны, ему было 12 лет. Он был, как сам говорит, медицинским работником, выдавал больным и раненым таблетки, все равно какие, без разбора. Таков был принцип движения босоногих врачей. Чандхи несколько раз бывал в полпотовских лагерях на территории Таиланда. Неоднократно переходил границу туда и обратно. Боевые операции проводились только для того, чтобы достать продовольствие. В конце концов, в батальоне осталось 9 человек. У нас был радиоприемник с магнитофоном. Я случайно услышал передачу Пномпенского радио, где говорилось об амнистии для таких, как я. Думал потом целый месяц. Потом недалеко отсюда встретил двух лесорубов. Они сказали, что да, все правда. 22 года жизни. Из них 10 у полпотовцев. Профессии нет. Есть только новое имя. Он хочет, чтобы в будущем на нем не было пятен. К вопросу о сожжении флага в Соединенных Штатах. Репортаж нашего корреспондента. Можно или нельзя сжигать, или как-то иначе осквернять свой национальный флаг? Такой вопрос мог возникнуть, вероятно, только в Америке. И только в Америке вылиса в общенациональную дискуссию. Дело, однако, не в том, что американцы не любят свой флаг. Скорее, наоборот. И не в том, что какие-то злые силы на этот флаг всерьез посягают. Дело исключительно в принципе. Дискуссия возникла после того, как Верховный суд США отменил на днях приговор суда в Техасе по делу о сожжении флага и постановил, что подобные действия, как форма политического протеста, не являются преступлением и, соответственно, не могут подлежать наказанию. Своё решение суд мотивировал необходимостью защищать Конституцию. Да, именно Конституцию, а точнее первую поправку, провозглашающую свободу слова, под которой понимается и свобода выражения протеста. Реакция не замедлила себя ждать. С редким единодушием законодатели, республиканцы и демократы выступили в защиту флага. Судя по звонкам на телевидение, письмам в газеты, опросам людей, многие американцы, если не большинство, разделяют эти чувства, тревожясь о том, какие же нравственные ценности будут переданы молодому поколению, если даже общепризнанная святыня в любом государстве отдана на поругание. Но у решений Верховного суда есть и немало сторонников. Их главный аргумент сводится к тому, что если в положении Конституции о свободе слова будет сделано хотя бы одно исключение, пусть даже и во имя защиты флага, тогда могут последовать другие исключения, а сама свобода окажется под угрозой. Как и в других случаях общенациональных дебатов, страна ждала слова от своего президента. И президент заявил, что будет всегда защищать право на инакомыслие, но сожжение флага – это уже слишком, и что он хочет, чтобы решение суда было исправлено. Но как исправить решение Верховного суда? Его нельзя отменить, но можно обойти, например, внеся соответствующую поправку в Конституцию. Впрочем, исправление Конституции – чрезвычайно сложный процесс. За 200 лет из тысяч предложенных поправок было принято лишь 26. Однако именно на этом настаивают республиканцы в Конгрессе и Белый дом. Между тем, в связи с бушующими дебатами, известный политик и проповедник Джесси Джексон заметил, что администрация больше озабочена защитой флага, чем защитой прав, которые флаг олицетворяет. И что в своих поездках по стране он чаще видел горящие кресты кукулсклана, чем горящие флаги. Сегодня в Болгарии приняла первых пациентов международная глазная клиника. Аббревиатура Боцев входит в повседневный лексикон страны. Что же такое Боцев? Болгарский офтальмологический центр по Федорову. Он открылся на курорте Албена, вот здесь, в отеле Добруджа. Идея создания международной клиники принадлежит профессору Федорову, который считает, что курорт с его комплексами отелей значительно облегчает задачу обслуживания пациентов во время обследования до и после операции. Эта идея нашла приверженца в лице Петра Апостолова, крупного менеджера туризма в Болгарии, директора курорта Албена. Было подписано соглашение. И вот первый за рубежами нашей страны центр микрохирургии глаза Боцев начал действовать в Болгарии. Сегодня, так сказать, вступила в строй лишь первая очередь всего центра или совместной советско-болгарской фирмы Боцев. Действует принцип Федорова – ничего не оставлять на завтра. До конца года в клинике будет произведено 2400 операций по исправлению близорукостей, кератотомии, жителям Болгарии и гражданам других стран. Вот святая святых клиники – операционная. Она пока только еще оборудуется. Здесь вы не увидите знаменитой Федоровской ромашки операционного конвейера. Пока лишь два стола. Основная задача этого центра – это широкое распространение в Болгарии метода Святослава Николаевича Федорова. Доведение его до всех, кому эта операция и эти виды операции необходимы в самое ближайшее время. В Белграде расширяется свободная таможенная зона. Свободная таможенная зона находится вот здесь, на правом берегу Дуная, в непосредственной близости от Белградского грузового речного порта. Пока она занимает небольшую поверхность, всего 9 гектаров. А что же здесь планируется сделать в будущем? Этот вопрос я задаю одному из руководителей Белградской таможенной службы, Владимиру Малетковичу. Свободная таможенная зона позволяет нам увеличивать экспорт югославских товаров, привлекать в нашу страну иностранный капитал для осуществления совместных проектов и тем самым расширять наши международные экономические связи. Мы сможем удовлетворить потребности как наших зарубежных партнеров, так и югославских фирм и объединений в создании у нас в Белграде небольших совместных промышленных предприятий. Предприятия, которые будут здесь работать, получат большие льготы. Их продукция освобождается от целого ряда налогов. Они свободно, без таможенной пошлины, смогут ввозить сюда оборудование и сырье, а произведенные товары, опять же, без пошлина, вывозить в любую страну мира. С введением стройканала Рейнмайн-Дунай, Белградский речной порт станет одним из крупнейших перевалочных пунктов Европы. Поэтому создать здесь совместные с Югославией предприятия уже выразили желание различные фирмы Америки, Канады, Австралии, Гонконга и Сингапура. По прогнозам югославских экономистов, Белградская свободная таможенная зона в дальнейшем займет 2200 гектаров и станет крупным европейским торгово-экономическим центром. «Безопасный автомобиль. Мечта или реальность?» Так назвал свой репортаж корреспондент ФРГ Владимир Кондратьев. Если иметь в виду, что в ФРГ на автобанах скорость практически не ограничена, то число несчастных случаев со смертельным исходом относительно невелико. И что немаловажно, оно не растет, а наоборот снижается. По сравнению с 1980-м годом почти вдвое. Важную роль в этом играют меры безопасности в автомобилях. Пристегиваться ремнями положено по закону, в том числе и на задних сиденьях. Нарушение этого правила влечет за собой немалый штраф. Сами ремни становятся все надежнее. Оптимальное прилегание ремня обеспечивается лишь в том случае, если крепления интегрированы в сиденье. Если с помощью таких вот передвижных устройств они могут подгоняться по росту водителя. «Мерседес» серийно выпускает, например, устройство для блокировки ремня при сильном столкновении. В тысячные доли секунды возгорается капсула и газ под давлением натягивает стальной трос, осуществляющий блокировку. Не беда, что устройство это после аварии подлежит замене. Жизнь и здоровье дороже. В половину всех повреждений водителю наносит удар о руль. Несколько помогают рули из мягкого пластика. Но вот фирма «Ауди» разработала систему «Проконтен». Во время удара о препятствии двигатель смещается в сторону кабины, натягивая специальный трос. Рулевая колонка при этом моментально уводится из опасной для водителя зоны, а ремни, как и у «Мерседеса», блокируются. Но самая надежная защита – это нейлоновый баллон, который выскакивает и наполняется газом при катастрофе, создавая между водителем и рулем как бы мягкую подушку. Тот же «Мерседес» предлагает баллоны не только для водителя, но и для сидящего рядом. Все более безопасными становятся современные автомобили. К сожалению, пока еще полностью несчастных случаев избежать невозможно и при такой чудо технике. Даже она не поможет, если автомобилю будет нанесен удар сбоку. Именно здесь конструкторам предстоит в будущем проявить изобретательность. Во французском городе Руане открылся приуроченный к 200-летию Великой Французской революции праздник «Паруса Свободы». 22 парусника из 17 стран мира, поднявшись вверх по течению от Усты Сены, встали на рейд близ города. К сожалению, не смог пройти к Руану советский парусник Седов. Его мачты оказались выше моста Дебротон, расположенного в нескольких километрах от города. Жители и гости Руаны смогут посетить корабли, на палубах которых будут развернуты выставки, проведены концерты. 14 июля состоится парад парусников. Несмотря на усиленную охрану, состоящую из бывших десантников и самую современную электронную систему сигнализации, грабителям удалось ночью незаметно пробраться через окно первого этажа в принадлежащий султану Брунея дом в британской столице. Согласно предварительным данным, в результате одного из крупнейших в истории Англии ограблений, состояние 42-летнего правителя Брунея сократилось на 10 миллионов фунтов стерлингов. Похитители оставили в здании еще около 40 килограммов драгоценностей и наличных денег, но только из-за того, что не смогли их унести. На 16-м международном кинофестивале. Каждый участник или гость фестиваля при всем желании не сможет посетить всех мероприятий кинофорума. Показы ретроспектив, конечно, интересно, но в общем привычно. Поэтому побываем на открытии клуба деловых людей. Сейчас практически всюду можно услышать слово «спонсор». У 16-го международного тоже есть свои спонсоры. Один из них «Мосфильм» и фирма «Чайка». Набор украшений «Объединение Чайка» получила продюсер из Италии Сильвия Домико за плодотворное сотрудничество с «Мосфильмом». Приз также вручен известному польскому кинорежиссеру Анжию Вайде за значительный вклад в мировое киноискусство. Не подумайте, заметил директор «Мосфильма», что приз вручен председателю жюри кинофестиваля в надежде на будущий успех продукции киностудии. «Мосфильм» не представил на конкурс ни одной работы. На кинофестивале впервые открыт бизнес-клуб, и впервые в нем принимают участие коммерческие директора. Что это дает «Мосфильму»? Нас соединило желание совместно участвовать в пропаганде нашей продукции. Какую продукцию вы имеете в виду? Мы имеем в виду художественные фильмы киностудии «Мосфильм» и многообразие часов, которые делает объединение «Углический часовой завод». Вы давно ведь занимаетесь торговлей, и впервые вот такая реклама. Что, раньше вы не нуждались в таких услугах? Мы в последнее время стали более активно заниматься маркетингом, в широком смысле этого слова, задумываться о настоящей серьезной рекламе. Решили создать такое совместное предприятие, если можно так сказать, в области рекламы «Мосфильм» и «Чайка». Раньше просто такой нужды, может быть, не было. И как-то и у «Мосфильма» не было такой нужды. «Мосфильм» только что перешел на ход расчет, и появился у него интерес. Ну, а мы уже давно на ход расчете. Я думаю, что это взаимный интерес. Взаимные интересы бизнес-клуба, они разнообразны. Но все в области кинематографа, совместная продукция, архивы, приглашения советских актеров, режиссеров, сценаристов, мультипликация, заявки на контракты в бизнес-клубе подали Китай, Венгрия, Англия, США. Я думаю, что с вами абсолютно не может. После того, как... Здравствуйте, товарищи, простите. После того, как на чемпионате мира по фехтованию в США советская раперистка Ольга Величко завоевала золотую медаль, мы надеялись, что и наша команда сможет подняться на высшую ступень перестала почета. И наша сборная вышла в финал, но, увы, завоевала лишь серебряные медали, уступив олимпийским чемпионкам и сборной ФРГ со счетом 5-9. Две победы одержали советские спортсмены на больших международных соревнованиях, входящих в серию Гран-при Международной Федерации Легкой Атлетики. Москвичка Наталья Рисовская дальше всех толкнула ядро 19 метров 77 сантиметров, а Игорь Остапкович из Новополоска был лучшим среди молотобойцев, метнув снаряд на 81 метр 64 сантиметра и обыграв при этом рекордсмена мира самого Юрия Седых. А теперь о соревнованиях седьмой летней спартакиады дружественных армий. Александр Лебзяк, боксер из Магадана, первым из советских спортсменов вышел в полуфинал и тем самым как минимум обеспечил себе бронзовую награду спартакиады. Александр выступает в первом среднем весе, он чемпион мира среди юниоров 87-го года и по мнению своих товарищей считается специалистом по кубинским боксерам. Он, как правило, у них выигрывает. Вот и на этот раз он четырежды посылал нокдаун кубинца Стивена Мартинеса и одержал уверенную победу. Советская школа мастеров вольной борьбы хорошо известна во всем мире, а постоянными соперниками наших вольников почти на всех соревнованиях являются спортсмены Болгарии. Вот и на соревнованиях, входящих в программу спартакиады, основная борьба за победу развенулась между ответами этих стран. Пять чемпионских званий на счету сборной Советского Союза, четыре у хозяев Ковра Болгар и еще одна высшая награда у представителя КНД. В программу спартакиады входит соревнования по парашютному спорту. Здесь основные конкуренты в споре за награды спортсмены Советского Союза, ГТР и Чехословакии. Успешно выступили советские парашютисты в акробатических прыжках с высоты 2000 метров. У мужчин лучшим был Лансков, у женщин Манойла. А вы видите фрагменты в прыжках на точность, где в счастье победители были представители Чехословакии и ГДР. Накануне мы не успели вам сообщить результат финала Уимблдона в мужском одиночном разряде. Борис Беккер, теннисист из ФРГ, сумел взять реванш у шведа Стефана Эдберга за прошлогоднее поражение. Он победил в трех сетах 6-0, 7-6 и 6-4 и стал самым молодым в истории этих соревнований трехкратным чемпионом Борису Беккеру 21 год. Сегодня на чемпионате страны по футболу шесть матчей 18-го тура. Бесспожно в центре внимания была встреча лидера Спартака в Харькове с металлистом. Думаю, что поклонники Спартака после первого тайма уже мысленно записали своей любимой команде два очка в турнирную таблицу. И это справедливо, так как Спартак играл легко, часто атаковал и дважды добился успеха после ударов Шалимова, вы это видели, и Родионова. После перерыва харьковчане сумели сократить разрыв в счете. Отличился Сусло. Однако спартаковцы продолжали играть в свойственной манере, и после того, как Пасулько забил третий мяч, надежды спартаковских болельщиков на победу имели, кажется, реальную почву. Однако иного мнения придерживались хозяева поля. Они предприняли штурм ворот Черчесова, и сначала Джоев провел второй мяч. Причем оригинальным способом вы это видели. А незадолго до финального свиска Баранов помог своей команде спасти очко. Поистине боевая ничья. 3-3. Вот результаты остальных встреч. Жальгерис и Минска Динамо уверенно сыграли в гостях. Футболисты из Вильнюса победили в Москве Динамо 3-1, а мячаник Душанбе выиграли у Памира 2-1. В двух встречах успех сопутствовал хозяевам поля. Черноморец одержал верх над Локомотивом 1-0, а Дротер над Шахтером 2-1. Вторая ничья тура была зафиксирована в Ленинграде. 0-0. Добрый вечер. На прошлой неделе москвичи, да и не только москвичи, наверное, порядком устали от дождей и прохлады. И тем приятней будет нам жаркая солнечная погода предстоящих дней. Природа, словно возмещая взятые в минувшей неделе взаимы тепло, растарается вовсю. Жара в Вологодской области в центральном-центрально-черноземном районах не уступит за Кавказской. Температура местами превысит 30-ти градусную отметку. Дожди будут здесь не правилом, скорее эпизодом. И явно из разряда тех, что погода не делает. Прекратятся дожди в Поволжье. После нескольких прохладных дней и здесь температура повысится до 23-28. На волна прохладного воздуха, прокатившаяся по европейской территории страны, достигнет Урала. Еще сутки температура здесь будет невысокой – 18-23, а к среде также станет теплее. По-прежнему жарко будет на Украине, Северном Кавказе и в Грузии – 26-32. В Краснодарском крае чуть прохладнее – 23-28. В долинах Армении и Азербайджана воздух прогреется до 30-36. Летние, то есть непродолжительные и неповсеместные дожди, возможно, на Черноморском побережье Кавказа и в Закавказе. Температура воды у берегов Кавказа и Крыма – от 19 до 25 градусов. Сегодняшний день стал днем существенных перемен и в погоде западных районов страны. После 25-30 градусной жары облака и дожди принесут сюда прохладу. Завтра особенно сильные ливни с грозами и шквалистым ветром возможны в северо-западном районе и в Прикарпатте. Температура понизится в северо-западном районе и Литве до 20-26, в Эстонии и Латвии до 17-22. Прохладно будет на севере, в Архангельской области – 18-23, на Кольском полуострове – до 9 градусов. В Ленинграде ливневые дожди, грозы, температура днем 22-24. В Москве будет жарко, ночью 18-20, днем около 30 градусов. Кратковременные дожди возможны на западе Московской области. Редактор субтитров А.Семкин